В Андижане местные жители перекрыли автомобильную дорогу, проходящую через Махаллю Куштепа, между Давларзинским и Алтынкульским районами города. Об этом пишет радио «Задлик» со ссылкой на видеозапись из социальных сетей. На видеозаписи, распространенной 29 ноября в группе «Води или Клар» в Фейсбуке, видно, как толпа людей, возмущенных отсутствием природного газа и электричества, перекрывает автомобильную дорогу. Днем ранее аналогичные акции протеста состоялись в Сырдориинской области и Каракалпакстане. По информации журналистов, перекрытие дороги произошло 28 ноября. Толпа возмущенных местных жителей выразила свое недовольство тем, что еще не наступил декабрь, а в их домах уже нет электричества и природного газа. Протесты продолжались до тех пор, пока представитель местных властей не прибыл на место акции протеста и не пообещал, что проблема будет разрешена. Напомним, что в день проведения акции протеста в Андижане, 28 ноября, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов провел экстренное видеоселекторное совещание, посвященное вопросам обеспечения населения электричеством и природным газом. Примечательно, что отсутствие электроэнергии и природного газа в зимний период существовало и во времена Каримова. Но из-за жестокой политики безжалостного подавления любых форм протеста и даже изъявления недовольства, жители Узбекистана обычно молча терпели все бытовые невзгоды. Наблюдатели отмечают, что хотя так называемые реформы Мерзияева являются, скорее всего, косметическими, тем не менее в стране изменилось отношение населения к режиму. И люди уже не готовы и дальше терпеть прежние обращения по отношению к себе со стороны власть имущих. Субтитры создавал DimaTorzok